Раз, два, ежедневно 7-8 фактов незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ выявляют сотрудники полиции Прикамья. С начала этого года число таких преступлений вплотную приблизилось к 3000. От 5 до 20 лет лишения свободы. Это, скажем так, минимальное наказание за распространение наркотиков через СМИ или интернет. Но, по всей видимости, даже такое наказание не пугает преступников. С начала года в Пермском крае ликвидировано как минимум 6 организаций, занимающихся сбытом наркотиков в сети. Но куда чаще задерживают не владельцев интернет-магазинов, а их сотрудников. В эту преступную деятельность вовлекаются зачастую успешные молодые люди. Потому что, ну, как я уже отмечал, набор персонала происходит, ну, по сути, через официальные источники. Это могут быть объявления в различных газетах, интернет-ресурсах. Конечно, прямой ссылки там не будет о том, что требуется там закладчик. Ну, это может быть просто объявление с предложением работы. Примечательно, что сейчас сами распространители крайне редко употребляют наркотики. Поэтому среди задержанных очень много студентов вузов, сотрудников солидных организаций, людей с двумя-тремя высшими образованиями и так далее. Как показывает практика, многие из них просто не задумываются о том, что совершают преступление. На первый взгляд, у человека, который первый раз столкнется с ним, может возникнуть ощущение, что это некая организация, поскольку данные магазины обладают четкой структурой, распределением ролей. В частности, там входят закладчики, операторы, менеджеры, персоналы, склады, которые осуществляют фасовку наркотических средств. Кроме того, стоит отметить, что сегодня основную массу на черном рынке занимают синтетические наркотики. Поэтому нередко получается, что, казалось бы, невинный объем в несколько граммов по закону оказывается крупным или даже особо крупным объемом, за который свободы можно лишиться уже не просто на 10-15 лет, а на всю оставшуюся жизнь. Вот, например, на скамье подсудимых 31-летний пермяк. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Сбыт наркотических средств в крупном размере. И покушение на сбыт наркотических средств, опять же, в крупном размере. По версии следствия, в середине марта он приобрел более 5 граммов психотропного вещества, амфетамина. И в тот же день часть продал. Мединский на ум встретились в остановке общественного транспорта и единичной компании по адресу проспекта 372А, куда Мединский подойдет на своем автомобиле марки «Инфинити». И в салоне автомобиля Мединский реализует свои преступные намерения. Незаконно сбыл на умом психотропного вещества амфетамин в массе не менее 2,16 граммов, которые относятся к крупному размеру. Все это время за господином Мединским и его автомобилем «Инфинити» велось наблюдение. На следующий день он попытался продать оставшиеся 3 грамма амфетамина. Но сделать это ему помешали сотрудники полиции, которые его задержали и позже отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мединским я вам разъясняю, что признание вины и раскаяния в суде будет учитываться как смягчающее наказание обстоятельства. Вам это понятно? Тут же судом учитываются заслуги Мединского перед обществом, которые, в свою очередь, тоже могут смягчить наказание. Чуд попросил суд при всех делах характеристик с места работы и свидетельств о ограждении ребенка и постановлении отзыва. Адвоката поддерживаете? Да, поддерживаю. Прокурору есть возражения? Не возражаю. Суд постановил, когда же подсудимого возбитворили? И все это учли при назначении наказания, ведь подсудимый за один только сбыт мог получить от 10 до 20 лет лишения свободы. А так, с учетом всех смягчающих обстоятельств, Мединский лишил своего 6-летнего сына самого себя на 6 лет за одно преступление и на 5 лет за другое. Итого, по совокупности и путем частичного сложения наказаний, 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ответственность за сбыт наркотических средств у нас сейчас очень строгая. И я сейчас не исключение, а скорее правило, когда назначается наказание в виде лишения свободы от 10 лет лишения свободы. И не надо заблуждаться касаемо закладчиков, отдельно хотел бы отметить, потому что слышал, что люди, которые делают закладки, для них это как игра, и они не считают, что тем самым они причастны к сбыту наркотических средств. Но я же пришел, только сделал закладку, но на самом деле это является частью объективной стороны данного преступления. В Перми, кстати, в этом году пресекли деятельность четырех таких преступных сообществ. А в общей сложности из незаконного оборота изъяли свыше 75 килограммов наркотических и психотропных веществ. Чаще всего это происходит, когда за руку ловят очередного закладчика или так называемый склад. Как, например, этого мужчину. Его обвиняют не просто в приобретении наркотиков в крупном размере. По версии следствия, он в середине прошлого года должен был доставить запрещенные вещества в колонию. Но по пути его задержали. Далее рассказывает сотрудник, руководивший той самой операцией задержания. В ходе личного досмотра в присутствии двух понятых было обнаружено около 100 грамм героина. В ходе также около 8 грамм наркотического средства «Гашиш», который находился в кошельке у него. И в ходе досмотра транспортного средства автомобиля «Ниссан» был обнаружен также сверток с наркотическим средством героина массой около 50 грамм. Для доставки машина была арендована специально. Мужчина выехал из Краснокамска, доехал до Гаевы и далее. Цитата. Из мусорного бака приобрел сверток с наркотическим средством. Как подсудимый забирал закладку? Вы наблюдали? Как именно забирал закладку, я не видел. То есть задержанием непосредственно занималась другая группа. Единственный момент, когда мы уже с рынка повели, то есть у него в автомобиле также находился ребенок. И само задержание и поднятие закладки конкретно я не видел. Ребенок, наркотики, арендованная машина, доставка свертков в колонию, встречи с неизвестными, явки, пароли, клички. Задержанный в объяснении выдал все, что знал. Или просто сказал так, чтобы побыстрее в день поимки получить заветную подписку о невыезде и надлежащем поведении. В объяснении я могу пояснить по поводу Игоря Тараканова. Подтверждаете или нет? Ответьте сначала. Давали вы такие объяснения? Давать-то давал, просто я там немного неправильно сказал, как с того задержания, когда вот мне этот Урал принял. Очень жестко, ну как бы вот, ну давать-то я давал. А потом и в локсе подсудимый Косоногов сказал, что про какие-то там наркотики он даже не знал. Мол, искренне заблуждался и просто хотел помочь. Ну, за наркотики не было. Что Бога попросил вас привезти наркотики за денежное вознаграждение? Нет, это вознаграждение. Что? Что неправильно тут? Вознаграждение или наркотики? Или и то, и другое? За наркотики не было. Вот было сказано, что взять пакет, в котором находится, то, что тебе неизвестно. Однако, на квалификацию это никак не повлияло. И как следствие, обвинительный приговор. 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. А ведь начинаются подобные истории, которые превращаются в уголовные дела, очень часто с простых объявлений и ничем не примечательных надписей на домах, заборах и столбах. Работа, соль, микс, надписи подобного рода можно встретить чуть ли не в каждом подъезде. Подавляющее большинство горожан пройдет мимо них и даже не обратит внимания. Просто потому, что не знают, что это самая прямая реклама наркотиков. За каждым таким адресом сайта и телеграм-канала прячется интернет-магазин по продаже психотропных веществ. Органы прокуратуры, органы внутренних дел собирают информацию о таких надписях и далее направляют их с контролем в районные администрации, где уже принимаются непосредственно меры к удалению данных надписей. Даже если поймать за руку такого художника, то максимум, что с ним можно сделать, это оштрафовать на несколько сотен рублей за порчу внешнего вида. Куда более серьезную ответственность несут другие сотрудники так называемого Даркнета, закладчики и покупатели. Именно их и пытаются привлечь при помощи подобных объявлений на темную сторону организаторы незаконного бизнеса. Что же касается самих надписей, то без помощи граждан очистить город от них будет проблематично, говорят правоохранители. Как минимум, нужно просто сообщать о них в ответственные за содержание дома компании. Кроме того, сейчас по инициативе прокуратуры будут внесены изменения в местные правила, которые позволят привлекать к ответственности в том числе управляющие организации, которые несвоевременно устраняют преступную рекламу.